В Крымске будет установлен новый памятник, построена еще одна парковка и продолжится реконструкция Центрального парка. Об этом рассказал глава Крымского района Сергей Лесь в ходе объезда. Асфальт, а вот начиная от асфальта уже пошло к тебе. На им въезде в микрорайон Надежда в зеленой зоне будет установлен памятник воину-освободителю. Это подарок российского исторического общества муниципалитету к 75-й годовщине освобождения Крымского района от немецко-фашистских захватчиков. Там и корни вообще нет. Что-то красные. Затем глава района обсудил, где лучше обустроить парковку у девятой школы. Решено, что она будет располагаться на участке у ограждения учебного заведения за остановкой. 1 октября должна здесь все отдать, но что 1 октября должна быть здесь уже будет. И как-то, до 2 сентября, да, чтобы нам месяц был на районе. Также руководитель района оценил темпы работы по реконструкции парка имени Тельмана. Строители практически завершили земляные работы, выровнили территорию детской площадки и проложили новые линии освещения. Решается вопрос цветовой палитры плитки и вариантами строительства музыкального фонтана. Одна-однотонная, так да, так смотрится. Но не так, как вы думаете. Мы можем убрать желтую цветку. Может быть, желтую уберем? Да, давайте желтую уберем. Напомним, что в ноябре состоится открытие нового парка, поэтому работы идут очень активно. Ведь главной задачей является сделать новый парк центром притяжения жителей и гостей района всех возрастов, а главным критерием – качество.